привет друзья весна в саду апрель месяц прогуляемся по саду посмотрим что же цветет а цветут пионы цветут зацветают первые клематисы в общем давайте посмотрим что цветет не только на сегодняшний день но и что чуть ранее в начале апреля в середине апреля было в цвету поэтому такая замечательная весенняя прогулка одним из первых моем саду зацветает кайзер кайзер вот такой красавец с игольчатой серединкой в моем саду растут два вида кайзеров кайзер с пушистыми цветами которые все знают и цветет он всегда пушистыми цветами и на прошлогодних побегах и побегах текущего года и вот такой замечательный кайзер да кстати тот кайзер распускается чуть позднее а этот более ранний кайзер с такими вот цветочками с игольчатой серединкой принципе форма цветка похоже на цветы multi blue или на цветы хрустальный фонтан клематиса вот такие они замечательные кайзер вторая группа обрезки цветет он очень низко и спрятан вот там очень много бутончиков и цветочков нужно заходить с другой стороны и смотреть вот здесь вот такие огромные цветы серединка еще больше распустится и он будет очень красивый там вот еще только распускаются вот такой он замечательный кайзер вот здесь проще показать поэтому снимаю здесь вот такие красивые цветы но и еще сейчас подойдем к одному сорту который тоже очень рано распускается моем саду давайте посмотрим на пока любуемся кайзером и слушаем перезвоны колоколов если вам слышно и цветет вот такой красавчик вадос примроуз это японский сорт тоже японский сорт как и кайзер очень красивый зацветает он белыми цветами с оттенком зеленоватым оттенком затем приобретает бежевый оттенок цветы очень крупные лепестков от 7 до 10 у него у меня он невысокий растет а вообще указано что он до двух метров берет высоту но у меня он еще молоденький поэтому и я его конечно же стригу коротко снимаю черенки поэтому у меня он невысокий в этом сезоне продажи его нет в продаже будет на следующий сезон это вторая группа обрезки совершенно неприхотлив клематис растет прекрасно в полутени очень крупные цветы посмотрите какая красота вот там вот цветок невероятно красивый вот так любуемся красотой и первым цветением клематисов насколько они красивые кстати у этого сорта присутствует аромат это для любителей клематисов с ароматами имейте ввиду что сорт водосприм роуз имеет аромат очень приятный аромат еще есть бутончики и выбрасывает новые побеги это побеги текущего года и на этих побегах будет цветение в середине лета это цветение у него проходит на побегах прошлого года вот так он цветет конечно же когда куст будет совсем взрослый цветение будет просто роскошным прекрасно растет в полутени и на солнце у меня здесь в основном солнечное место солнышко прячется здесь примерно после 15 часов и вот до 15 часов здесь солнце цветет очень низко даже внизу там цветочки лежат вот такой красавчик замерила этот цветочек он 14 сантиметров в диаметре контейнере зацвела принцесса александра красавица очень нежная зацвела простыми цветами хотя цветение это на побегах прошлого года но обрезала я очень коротко поэтому цветы простые обычно у нее первое цветение полумахровыми цветами очень мне нравится этот сорт цветы крупные слегка волнистые края у лепестков пыльники светленькие много бутонов только-только первое цветение показываю вам принцесса александра зацвел красавчик тай посмотрите какая прелесть невозможно пройти мимо это тоже цветение в контейнере это моя новинка и это первый распустившийся цветочек вот такая прелесть очень нежная красиво на ветру колышется посмотрите какие пыльники какой окрас лепестков лепестков много красавчик клематис тай ой-ой-ой пробегала мимо и увидела первый цветочек клематиса blue light посмотрите какая красота в общем клематис и уже начали распускаться и скоро будет их вообще уже начинается их праздник саду вот такой красавчик не ожидала его увидеть так рано конечно же потом будет обильное цветение и покажу в полном цвету кустик ну а первым цветочком просто невозможно порадоваться тем более я его только заметила издалека заметила и сразу же прибежала к нему как я их люблю надо же сегодня просто необычный день хожу по саду показать вам что же цветет и все время натыкаюсь на клематисы они то там то здесь показывают цветочки распускается это клематис махровый посмотрите только-только распускает свои цветочки а здесь какой бутон шикарный вот такая красота клематисы начали радовать своим цветением даже в самом распуске они просто обалденные цветут вот такие замечательные бахромчатые тюльпанчики это поздние тюльпаны многие тюльпаны уже цвели в саду цветут сейчас поздние тюльпаны название не знаю если кто знает подскажите пожалуйста очень хочется знать цвет передается правильно высокая ножка сантиметров наверное 50 и цветут они вот так поздно когда уже все тюльпаны цвели цветут в одно время с клематисом ментон ой цветут в одно время цветут в одно время с тюльпанами ментон сейчас подойдем посмотрим как цветет тюльпан ментон вот такой момент он распустился он чуть раньше того тюльпанчика бахромчатого поэтому цветочки у него уже не очень свеженькие но все равно прекрасные и распустились уже первые ирисы красавчик ирис посмотрите не знаю как он называется но очень красивый это один из моих самых любимых ирисов и он вот такой вот ранний порадовал тоже своим цветением самый первый красавчик вот такие попугайные тюльпанчики цветут растут они в тени и достаточно хорошо себя здесь чувствуют называются они по моему оранж перрот вот такая красота такие они немножко неопрятные попугайные мне не очень нравится но этот сорт у меня задержался достаточно неприхотливый растет хорошо растет в тени здесь ему место вот поэтому радует своими яркими цветочками и зацвела дейция вот такие белоснежные соцветия в нее колокольчики мелкие беленькие собраны в соцветия все время собираюсь этот кустик убрать не знаю как он называется он невысокий но когда он зацветает я тут же передумываю оставляю его потом в какое-то время опять приходит желание убрать его ну и понимаю что он красавчик пересадить него некуда да это и невозможно он очень старый куст у меня уже около 20 лет растет в полу тени и так вот прекрасно цветет пока оставляю это поздний нарцисс заказывала в прошлом году луковичные и мне прислали подарок не знаю как он называется если кто знает подскажите уже все нарциссы давно отсвели а он может потому что поздняя посадка была цветет вот так вот поздно и цветет вместе с геранию крупнокорневичной вот так неплохо смотрится герань тоже молоденький кустик здесь подсажен в тени там вот высадила под розой и вот такая красота нарцисс цветет когда уже все нарциссы давно отсвели красавчик все-таки хороши клематисы второй группы обрезки цветут достаточно рано наполняют эмоциями не буду говорить название этого сорта может быть сами догадаетесь скоро он распустится и покажу его прелесть а это бутон клематиса май дарлинг огромные бутоны даже некоторые до пяти сантиметров цветы у этого клематиса крупные ждем цветения в начале сезона когда еще клематисы только-только начинают распускаться или даже до распуска клематисов до распускания клематисов очень люблю любоваться бутонами это наверное многие из нас любители клематисов вот эти такие кругленькие огромные бутоны вот он в диаметре наверное два с половиной сантиметра крупный ждем цветения а это почвопокровное растение привезено из лесу и так случайно по моему звездчатка называется подсказывали мне прошлом году там он тоже лютик едкий из лесу привезен попал вернее сюда случайно из лесу зашел в общем очень красиво здесь растет у берега породика поэтому оставляю его уже второй сезон он агрессивный приходится убирать вокруг поросль но тем не менее сложно в этом ничего нет зато вот такая красота достаточно продолжительно цветет и очень рано цветет украшает вот так вот сад в начале его цветения ну а теперь давайте посмотрим что же у меня цвело чуть чуть ранее на несколько дней раньше в середине апреля роскошно цветет гиацинтоидис красота неописуемая на высоком цветоносе примерно 30 сантиметров образуются колокольчики образуют они вот такие вот соцветия красивый цвет переливается от голубого до сине фиолетового и он только набирает свое цветение на макушках еще вот такие вот и не распустившиеся бутончики и когда они все распустятся полностью будет цветонос будет вернее соцветия это достаточно большим и высота конечно же увеличится ну сантиметров наверное до 35 может быть даже до 40 сантиметров но не выше растет у меня этот это куртинка под розой роза медуза вот такая роскошная роза это роза почвопокровная и здесь прекрасно себя чувствует гиацинтоидис это многолетник луковичный многолетник после отсветания образует семена но семена я в прошлом году впервые только попробовала собрать и посеять пока всходов нет посеяла рано весной буду смотреть что получится семена у него достаточно крупные размер примерно как горошинка черного перца только немножко другой формы не чисто круглые такие немножко как бы ребристые семена красивая листва листва такая длинная вот раскидистая широкие листья от двух сантиметров шириной и сантиметров до четырех есть такие вот широкие листья красивая розеточка внизу такие такой фонтанчик образует в общем просто замечательное растение и существуют они в разных оттенках есть розовые есть белые у меня есть все эти три сорта и я вам покажу попозже другие гиацинтоидисы с белыми и розовыми цветочками еще их называют сцилла колокольчатая купить их можно в интернет-магазине осенью продают в интернет-магазинах но к сожалению по моему не так распространено это растение как другие луковичные ухода не требует никакого просто вот уже со временем растет у меня здесь он ну наверное лет пять а может быть и больше и образовал такую куртинку и после цветения после того как начнут листья подсыхать все питательные вещества уйдут в луковички а луковички кстати у них такие необычные неправильной формы такие корявенькие все и при посадке очень сложно определить где вверх где низ где донышко корешки где росточки будут так вот после того как они отцветут подсохнут листья я им буду делить и рассаживать потому что уже эта куртинка требует вмешательства и обязательно нужно ее уже рассадить буду рассаживать здесь же на этом месте потому что вижу что это место самое подходящее и ну здесь место этому цветку поэтому здесь же немножко поменяю грунт и рассажу и побольше будет куртинка не требует к почве ну хотя конечно же здесь проходят подкормки розы получают подкормки многолетники здесь получают подкормки и скорее всего эти подкормки и попадают гиацинтоидесу и он за это благодарен радует своей красотой вот такая невероятная красота вот так выглядит сцилла колокольчатая с белыми цветочками колокольчики немножко расположены в стороны уже полностью цветет он зацвел пораньше цветочки помельче у него но тоже очень милые и затесались они здесь у меня в лилиях конечно же тоже требуют пересадки нужно не забыть и как только листья подсохнут убрать их отсюда потому что леники их забьют вот такая красота и сейчас пойдем посмотрим розовые сциллы вот так они выглядят тоже колокольчики помельче ну очень красивые конечно же и тоже куртинка разрослась и уже полезла под кусты здесь у меня будлея тюльпан здесь ментон попал поэтому тоже требует конечно же пересадки но если руки дойдут значит пересажу разделю и уберу отсюда немножко найду более просторное место для этой красоты вот такой замечательный ирис карликовый цветет это ирис видовой растет он в природе у нас в кавказских лесах в предгорье цветут мускарики хохлатые очень красиво образует такую куртинку они у меня и в горшке растут и здесь в саду такие привлекают внимание пушистенькие такие крупненькие красота очень красиво смотрится в контейнере в горшке а вот так цветет черемша очень красивый кустик цветет продолжительно тоже красивую розеточку листьев образует черемша съедобная это та черемша которую мы собираем рано в лесу для того чтобы приготовить какие-то салаты пироги с черемшой вот она растет так в саду очень красиво размножается семенами и может образовать здесь большие заросли черемши но здесь у меня все-таки сад другие цветы я их пропалываю поэтому и получается удаляю все сходы черемши у меня достаточно одного-двух кустиков для того чтобы любоваться этой красотой здесь у меня идет полив поэтому водичка журчит у нас засуха поэтому я вот так обильно поливаю розы клематисы бросаю шланг прям так продолжительно вода течет чтобы хорошо хорошо пропитался весь грунт в общем засуха у нас засуха поэтому приходится поливать уже в апреле месяце а вот так замечательно цветет герань садовая или герань кроваво-красная яркие цветочки не крупные но очень красивые и в этот ранний весенний период прекрасно украшают сад много еще бутончиков это посадка молодая у меня поэтому такой еще такая крутинка небольшая и если разрастется я представляю какая будет красота когда будет много цветов прекрасное растение подходит для полутенистых мест прекрасно выдерживает нашу жару называется этот сорт макс фаер по-моему напишу потому что могу неправильно произнести вот такая красота герань садовая распустились мои древовидные пионы красота невероятная аромат непередаваемый а птички как поют птички поют заливаются если кто знает что это за птичка поют разными голосами поют красота аромат какой вот самый большой мой куст прошлом году я насчитывала 70 цветов в этом году еще не считала он немножко такой лавандовый сиреневатый вот здесь вот кустик поменьше здесь такие прям лососевые наверное можно сказать цветы такой вот оттенок красивый розово лососевый здесь сиреневый или лавандовый в общем розовый с оттенком сиреневого очень красивый куст очень красивый сорт не знаю как его называть название не знаю еще есть бутоны еще будет распускаться вот так с этой стороны он смотрится здесь еще больше цветов цветы крупные пчел привлекают потому что аромат непередаваемый здесь тоже вот поменьше кустик кустик розовый тоже оттеночек насыщенно розовый выгорает до краешков белых таких вот и уже отцветает очень быстро отцветает ну а здесь мой белый пион его называю белый он каждый год разные разные пион хамелеон зацветает он нежно розовыми цветочками иногда чисто белыми зацветает потом выгорают до белого цветы разные есть простые цветы есть вот такие махровые аромат какой аромат пионов вот такая красота сейчас с этой стороны покажу роза не пускает вот с этой стороны белый пион цветет видите какие разные цветы на одном кустике очень крупные необычные красивые очень ароматный здесь вот этот розовый который выгорает до белых краешков на лепестках обгорают лепестки края и вот там роскошный кустик в общем красота цветут пионы конечно цветут они непродолжительно для того чтобы видеть их продолжительное цветение нужно высаживать разные сорта разного периода цветения от ранних до поздних у меня самый поздний сорт он еще только набирает бутончики желтый вот он еще не думает цвести поэтому чтобы любоваться продолжительно нужно конечно же высаживать разные разные сорта ну вот этот куст у меня просто очаровашка огромный со множеством цветов очень красивый оттенок в общем никого не оставляет равнодушными муж вчера как увидел говорит ты видела пионы цветут я рыда я видела а он зашел поливать голубику и увидел эту красоту просто восхищен был не ожидал они да так быстро распустились посмотрите какая прелесть и вот снова гиацинтоид из это в другом уголке сада как он сюда попал скорее всего семенами возможно при пересадке каких-то других растений может семечко сюда прилетела может луковичка как-то попала в общем здесь будет образовываться куртинка и я этому рада а здесь растет розовенький гиацинтоидес и или сцилла колокольчатая тоже распространяются по саду сами то там то здесь их встречаю и конечно же куртинки очень берегу а вот так цветет голубика вот такие колокольчики собраны в соцветия невероятно красивые похожи на соцветия мускариков на цветочки мускариков только покрупнее вот такая красота голубика усыпана вся цветами растет она в кислом торфе опыт у нас небольшой по выращиванию голубики ну надеемся все будет хорошо в тенечке под розой притаилась герань садовая герань правово-красная с белыми цветочками и вот очень обильное цветение можно видеть много бутонов и когда распустятся все бутоны листьев не видно одни белые цветы такая белая куртинка образуется герань называется альбом вот такая красота и кстати у меня есть в продаже она в одноклассниках в альбоме для многолетники есть саженцы этой герани вот такой красавчик бахромчатый тюльпан цветет под черной бузиной он растет бузина black tower красивые цветочки каемочка белые бахромчики вот эти вот беленькие красивый сорт не знаю как он называется очень давно он у меня растет и цветут уже водосборы сеются сами их здесь очень много разных оттеночков в основном такие пурпурные темно-розовые фиолетовые очень красивые были белые водосборы но куда-то со временем они исчезли и здесь цветет луковичное растение камассия называется вот такие красивые нежные цветочки она нежно-нежно голубая почти белая многолетник луковичный тоже образует такую вот розеточку из узких длинных листьев очень красивая и тоже уже цветение необильное прошлом году очень много было соцветия в этом году мало поэтому тоже требует пересадки в общем все мои луковичные уже требует пересадки росла она в этом месте много-много лет не знаю лет восемь наверное может быть даже больше в общем сразу как я ее сюда высадила очень давно так она и росла здесь цвела прекрасно ну а теперь просит чтобы ее поделили растет она в тени как и многие мои луковичные растения растут в тени прекрасно цветут потому что только-только начали деревья покрываться так вот полностью листвой листва начала распускаться а так пока деревья цвели здесь была такая легкая полутень рассеянная и луковичным вполне этого достаточно они себя хорошо чувствует в полутени так же как и водосборы бузина черная уже вся в бутончиках посмотрите скоро скоро распустится все макушечки все готовы цвести растет моя бузина тоже в полутени пока еще у нее темные листики ну а когда деревья полностью распустится потеряют свой темный окрас листья станут зелеными но пока она цветет пока солнышко хватает будет она с темными листьями и красивая период цветения бузина black tower называется такая прямо стоячая с толстыми побегами очень красивая очень красивые у нее цветы и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...